Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных народных новостях. И начать этот выпуск я хотел бы с заявления путинских пропагандистов. Министерство обороны России заявило, что в Одессе на верхних этажах жилых домов по улице Спартаковская боевиками территориальной обороны оборудованы огневые позиции ПЗРК. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита. И все бы ничего, если бы не одно «но». Наш читатель из Украины прислал видеозапись, где показал, как именно выглядит данная улица. Ребята, хочу передать привет Министерству серийных убийств Российской Федерации и лично господину Коношенкову. Которые вчера опубликовали информацию о том, что на улице Спартаковская на верхних этажах размещены системы ПЗРК, техника. Что жители местные, как они написали, местные жители умышленно не предупреждены. Значит, вот смотрите, вот улица Спартаковская, во кто не верит, вот она, Спартаковская. Значит, вот что из себя представляет улица Спартаковская. Чтобы вы понимали, здесь даже верхних этажей нет. Это чисто сугубо частный сектор. Ну, вот тут вот есть единственный самый военный в мире объект. Это СТО, которое меняет, видимо, гусеницы с летних на зимние на танках. Значит, это частный сектор. Ну, видно, не знаю, не видно, что тут даже нигде нет. Там еще вот дальше есть улица за светофором. Но я думаю, что видно, да, что тут выше второго этажа ничего нету в принципе. Рашисты даже не умудрились на гугл мапсе посмотреть, про какую именно улицу они пишут. Нет жилых домов и ПЗРК там тоже нет. Ну, а вот так выглядят белорусские дворы. Наш читатель прислал видеозапись белорусской айти-страны. Белорусского айти-двора, наверное, так. Добрый день. Видео для реальной Беларуси. Не мог пройти мимо этого двора. Тут что еще живет? Вот песочница. Вот качели. Вот непонятно, что это. Ну, и вот качели. Это вот жилой дом. Больше здесь ничего нет для детей. Для вообще, для кого? Ни одной мусорки около подъездов. Это город Осиповичи, улица Крыловича. Все было бы ничего, если бы я не заметил вот это. Просто посередине двора какая-то хрень. Вот здесь вот просто нет ничего. Живей Беларусь. Слава Украине. Китай ограничил полеты в районах вокруг Тайваня на время военных учений и предупредил об этом авиакомпании, работающей в Азии. Пелесси, кстати, вылетела из Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня накаляется. Но Китай прекрасно понимает, что захват Тайваня будет стоить Китаю очень дорого. Да, у Китая самый большой, огромный и мощный морской военный флот. Но чтобы перебросить туда войска, я говорю про Тайвань, они будут вынуждены понести огромные потери. А потом еще и экономические потери в виде санкций. Поэтому Китай не решается на военное вторжение. Но ситуацию вокруг Тайваня продолжают накалять. Чем это закончится, будем следить вместе. Депутатка Российской Федерации, точнее депутатка Путина, предложила заблокировать Ютуб. Я понимаю, но вот мы это закроем. Ой, какое у нас будет страдание, если у нас Ютуба-то не будет, а? Я тебе скажу так, для тебя не будет, может быть для меня не будет. Книги будем читать. А детей мы потеряем. Не будут они читать книги. Они поставят VPN. Потому что практика поезд 100 и раз-два не работает. Если ты не можешь предложить им более качественные продукты... Если мы взрослые, не в состоянии ограничить своих детей воспитать... Мы не в состоянии. Ну, то нас нет. Здрасте, в Екатеринбурге у тебя состояние или нет? Они сказали, они против буквы Z. Со временем воспитать. Предлагаешь посадить их родителей? Конечно. Посадить их родителей? Конечно. На музыкальном фестивале белоруса с татуировками задержали за незаконное пикетирование. В общем-то, на Беларуси были татуировки, которые не нравятся лукашенковскому бандестагу. И за это парня арестовали. В Беларуси могут арестовать не только за мысли преступлений красно-белые носки или красно-белые штаны. Даже за татуировки. Ну, то есть в Беларуси теперь будут решать, как тебе ногти стричь, волосы и как жить. Пентагон открытым текстом усмехается, насмехается над Российской Федерацией. Точнее, над заявлениями путинских прихвостней о том, что они уничтожили ПЗРК. Пентагон заявляет, что ни одного ПЗРК не было в Украине уничтожено. И они работают, на удивление, максимально эффективно. Что и стоило доказать. Ну, по первой новости все, в принципе, понятно. Ну, а эта новость необычная, особенно для моего канала. Я часто критикую синепалого диктатора, но то, что я увидел вчера на просторах интернета, меня поразило. Турчин просит синепалого диктатора рассказывать ему о сорняках. Ну, то есть долаживать Лукашенко Турчину о сорняках на его территории. Это все, что нужно знать о белорусской политике. По-моему, Лукашенко потерял не только власть, но и даже уважение его приближенных. Ну, как такое хозяйство такого высокого уровня может допускать какие-то вот такие огрехи, о которых вы всегда обращаете внимание. Поэтому, Александр Ильич, вы единственная какая-то просьба к вам. Если можно, хотя бы, вы как сказали мне про эти сорняки на совещании, когда этот актив. Я там уже переездил, все там эти поля. Думаю, где вы увидели вот такое безобразие. Поэтому у меня, если можно, просьба, вы хоть нам говорите, где место это, чтобы мы быстро могли выправлять эту ситуацию. Спасибо. Александр Генрихович, ваши поля некоторые, особенно там, где руководители думают, начальники туда не приедут и не посмотрят, и губернатор не посмотрит, они напоминают матросскую тельняшку. Кадырову присвоили знания героя ЛНР. Выглядело это примерно вот так. В последнее время я что-то замечаю на просторах интернета видео, где Кадыров так или иначе в каком-то интересном амплуа. Ну реально политика превращается в цирковое представление, ну серьезно. С учетом того, что происходит на Тайване. С учетом того, что лукашенковские чиновники требуют Лукашенко, чтобы тот искал сорняки на полях. Ну и что Кадырова начали переодевать непонятно в кого. Ну и новости от нашего читателя. Хочу рассказать вам такую интересную информацию. В пятницу днем были задержаны силовиками генеральный директор ООО «Птицефабрика Дружба» Марцкевич Василий Петрович и главный бухгалтер. Эти люди, которые финансировали режим нашего недалекого Синепалова. Они делали ремонты в местных зданиях ОВД, КГБ и прочего за счет работников предприятия. Сам директор является депутатом Совета Республики, Республики Беларусь. Но, как видно, это его не спасло. Ну и читатель задает логический вопрос. Имеет ли смысл облизывать диктатуру, если от тебя все равно вытрут ноги? Ты все равно станешь ненужным системе в определенной ситуации. И это вопрос на самом деле риторический. Когда у диктатора горела жопа, он рассказывал про готовность проводить какие-то реформы. Он собирал митинги и рассказывал, как сильно любит он белорусский народ. Когда белорусские рабочие вышли на забастовки, по всем телеканалам рассказывали, как важен рабочий. И облизывали им ноги. А потом еще поднимали заработные платы и давали надбавки. Что происходит сейчас? Да ничего. Зарплаты уменьшаются, а на работников плевали. Вот для чего нужно гражданское неповиновение. Заставлять власть нравиться людям. И тут вопрос на самом деле не в самом Лукашенко. Вопрос в том, что любая власть будет стараться поглотить народ. Так или иначе. И если народ будет, как ябатьки, лизать сраку своему недоправителю, то он и будет держать их голодными, рассказывая о сложной ситуации в жизни. О том, что девальвация, динаминация, экономика, в общем-то, все плохо. И это не его вина, а вина Байдена или, может быть, Светланы Тихановской. Гражданское неповиновение заставляет недовласть работать на людей. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. И пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Это крайне важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие, реальные и актуальные народные новости от канала Реальная Беларусь. Специально для вас. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!